К сожалению, точной статистики о пострадавших медиках в ведомстве нет. Зачастую факты избиения, выламывания дверей и других правонарушений со стороны граждан можно зафиксировать в социальных сетях. И это стало нормой поведения отдельных посетителей медицинских учреждений. Люди думают, что это какая-то часть демократии может быть, но это ошибочное мнение. Когда близкий человек сильно болен или на грани жизни и смерти, но это не значит, что они должны на врачей нападать. Врач по призванию, он только хочет помочь человеку. Это просто какое-то противоречие, когда человек приходит получать помощь и в то же время помогающему нападает. По информации представителей медицинского учреждения, в конце декабря прошлого года в национальном госпитале сестра пациентки напала на врача, избила и нанесла удары по голове. Сообщение о жестоком обращении с медиком вмиг узнала общественность через интернет. К сожалению, у нас 30 декабря произошел такой неприятный инцидент. Было нападение на дежурного врача в приемном отделении неврологии. Мы этот случай сами тоже разбирали, писали заявления, правоохранительные органы. Но пока идет, наверное, следственное мероприятие, результатов мы пока еще не знаем. В последнее время люди стали очень агрессивно вести себя в отношении медицинских работников. По словам экспертов, настало время вести уголовную ответственность за нападение на медиков. Иначе ситуацию не изменить. Медицинские работники должны быть приравнены по безопасности, ну, как сотрудники правоохранительных органов, сотрудники милиции. Ведь если в отношении сотрудника милиции кто-нибудь поднимает трубку, там другая ответственность. Медицинские работники тоже находятся при исполнении, и они должны быть защищены. В сфере здравоохранения приняты новые законы, там предусмотрены гарантии для врачей, но эти же изменения должны быть внесены в наш уголовный кодекс и так далее. Эксперты считают, что скорейшее появление документа, ужесточающего ответственность за нападение на медицинских работников, стало бы действенной мерой защиты врачей. Усен Кульбаев, Умар Малашев, Аллату, 24.